Где ремонт дорог? Вопрос, который волнует многих приморцев. С ними солидарен и глава региона Олег Кожемяка. Неоднократно высказывался, что состояние приморской дорожной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Какие изменения ждут отрасли, расскажет Всеволод Крапивин. На третий рабочий во время дождя яма на дороге наполнилась водой. Водитель ее не заметил и попал в ловушку. Теперь придется тратиться на ремонт, ведь ущерб ему никто не возместит. Почувствовал очень сильный удар, подумал, что вообще сейчас колеса оторвет. Ну, собственно, видим и скрытые, и явные повреждения. То есть, выщелкнуло обвесы, вот здесь точно был колпачок на литье, то есть он сейчас где-то в луже просто. Вот выщелкнуло бампер передний. Качество дорог Владивостока всегда вызывало у автомобилистов головную боль. Но в этом году, по мнению многих, ям больше, чем обычно. Из-за колдовин собираются пробки, они становятся причиной ДТП. В общем, доставляют жителям краевой столицы множество проблем. Плохо ездится. Дороги ужасные. Ям много. Не ремонтируется. Жалко машину, жалко. Ремонт резины, дисков и всего остального. То есть, бывает порой, если в дождь, то ты не видишь, где ямы, где что попадаешь. Вот Некрасовский путепровод, да, там постоянно что-нибудь происходит. Это Рудневский мост также. Есть такие ямы, которые годами на одном и том же месте, вот допустим, на столетие есть яма, да, которые вот просто... У меня родственники приезжают, там, за границей живут, говорит, были там в 89-м году. Вот на этом месте была яма, понимаете, говорит. И сейчас она там же, на этом месте, вот как была. О том, что во Владивостоке сорвали график планового ремонта дорог, накануне жестко высказался глава региона Олег Кожемяка. Он потребовал до холодов завершить в городе ямочный ремонт. Дорожники уже приступили к работам. Техника вышла на улицы Тунгусскую и Шилкинскую, Русскую и Кирова, а также на Крыгина, Багратиона, Стрелочную и Луговую. Ход работ ежедневно контролирует глава региона. Он отметил, что в городе, который претендует название столицы Дальнего Востока, не должно быть таких дорог. При этом большую часть работ стараются вести в ночное время. Работы проводятся в основном по ночам, чтобы не мешать движению автотранспорта. В первую очередь рабочие нарезают карты с помощью фрезеровочной техники, а вторым этапом ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Вызывает недоумение у главы региона и аварийный ремонт дорог в крае после наводнения. Для этого Департамент дорожного хозяйства составил сметные документы на общую сумму 590 миллионов рублей. Но необходимые госконтракты так никто и не заключил. И ремонт идет со значительным оставанием от графика. Олег Кожемяка назвал ситуацию, которая сложилась из-за нерасторопности чиновников, абсурдной. Зачем эту ситуацию дотянули до того, что каждый житель Приморья, каждый житель Приморья сегодня говорит об этих дорогах. Начали разбираться, так и деньги лежат неосвоенные. И дороги не делаются. И последствия чрезвычайной ситуации никаким образом даже не расцениваются в департаменте. Даже не дается возможность подрядчикам заработать. Те, которые на местах есть, они бы быстрее сделали. Олег Кожемяка поручил дорожникам края срочно заключить контракты и приступить к ремонту на поврежденных участках дорог, если потребуется работать по 24 часа в сутки. Также глава региона собирается привлечь к контролю за дорожными работами общественных помощников. Всеволод Крапивин, Игорь Лещук, Панорама.